Спасибо тебе! Вам спасибо! Ой, все. Или... Можно еще раз? Меня зовут Маша, я преподаватель Love English Club. Параллельно я учусь в магистратуре на английской программе «Банковское дело». Английский я изучала с детства, желание родителей порождало всякие там походы к репетиторам, как это у многих бывает, но серьезное изучение началось, наверное, в девятом классе, когда я планировала сдавать экзамены после девятого, потом экзамен после одиннадцатого класса, тогда вот я серьезно начала и изучать, и увлекаться этим языком. Также после десятого класса я съездила в Англию на месяц на обучение, на языковые курсы. Тогда мое увлечение еще больше приняло новые обороты, можно так сказать, потому что я поняла, сколько возможностей дает английский язык. И поэтому сейчас я хочу нести вот эту философию и эту идею своим ученикам и мотивировать их на обучение. Английский язык открывает кучу возможностей. Ну, во-первых, да, есть всеми известная фраза «Ты столько раз человек, сколько языков ты знаешь». То есть мы понимаем, что знание иностранного языка позволяет нам по-другому взглянуть на какие-то даже привычные вещи с помощью вот этих лексических, каких-то грамматических особенностей. А во-вторых, конечно же, это возможность путешествовать, общаться, знакомиться с разными людьми со всего мира. Английский язык международный, распространенный. Также мы можем получать какую-то эксклюзивную, самую последнюю актуальную информацию, используя средства интернета, где также англоязычных источников намного больше, чем русскоязычных. Плюс, как мы знаем, изучение языка также влияет положительно на наши нейронные связи, что впоследствии, конечно, если сейчас это может быть не так актуально, но в более зрелом и пожилом возрасте, это также сыграет нам на пользу. А как тебе английский помогает? Что ты делаешь на английском языке? Мне очень нравится смотреть какие-то фильмы, сериалы в оригинале. Сразу смысл обретают очень многие фразы и выражения, которые в переводе, ну, конечно же, невозможно передать. Ну и также я, кроме того, что была в Англии, прошлым летом я побывала в Америке, провела там достаточно долгое время, поэтому у меня сохранились и поддерживаются многие контакты с ребятами из разных стран. Конечно, поддерживать эту коммуникацию очень здорово и классно, также используя английский язык. А расскажи чуть больше о, ну, опять же, истории, да, изучения твоего языка уже чуть в поздний период, да? Я хотела сдавать ЕГЭ, чтобы поступить на востоковедение, возможно, либо на переводчика. Получилось, что ЕГЭ я сдала хорошо, около 90 баллов по английскому, но для переводчика нужна была литература. Ее я не сдавала, востоковедение как-то тоже отпало, и я нашла для себя выход, поступила на международный менеджмент, ну, там, естественно, был английский язык, и параллельно пошла на переводчика, ну, как дополнительная квалификация. И сейчас до сих пор, конечно же, процесс обучения никогда не останавливается. Язык — это не то, что можно выучить до какого-то там стопроцентного уровня, и все. Нет, всегда нужно поддерживать, всегда нужно стремиться, что я и стараюсь делать, чтобы совершенствоваться и в профессиональном плане, естественно. Я работала репетитором, это была такая подработка во время моего обучения. Я поняла, что это, конечно, круто, и мой английский, он достаточно высокий для того, чтобы преподавать, но все равно нужно знать, как преподавать. Я пошла в... хотела пойти в школу какую-то, чтобы из вот этих знаний, которые у меня есть, вытащить информацию для обучения, потому что владеть английским, разговаривать и обучать английскому — это все-таки не одно и то же. Поэтому мне нужно было вот это вот, так скажем, наставничество, которое бы мне помогло. Я проходила интервью Наташи, она зарядила меня просто дикой энергией, ну, плюс общение с Сивиле, ну, и тут ты уже не можешь просто развернуться и уйти. Ты уже остаешься и делаешь свое дело, и знаешь, что тебе помогут, подскажут и наполнят вот этой энергией. Ну, до этого была, конечно, система именно, ну, вот как я сказала, владения английским языком, но как его преподавать, не было такого прям четкого, со стопроцентного понимания. Поэтому мой репетиторский опыт, я считаю, не таким успешным, каким бы он мог бы быть, если бы я владела методикой, которой владею сейчас. И, конечно, придя сюда, мне все объяснили, ну, и до сих пор эта работа проводится, то есть нам помогают, с нами работают, для того, чтобы мы улучшали свое качество работы уже с учениками. Поэтому методика эта замечательная, классная, оказалась не такой сложной для восприятия нами и, соответственно, учениками. В изучение английского многие, вот даже ученики, приходят взрослые, которые изучали английский в школе и, ну, сколько там, со второго, с пятого класса и сейчас они могут сказать максимум «my name is» и так далее. Почему? Потому что школа не дает нам практики разговорной. Также и я, когда я поехала в Англию, я думала, что у меня достаточно хороший английский, я решаю тесты, я знаю грамматику, я пишу, я читаю, я все понимаю, но когда я окнулась в эту среду англоязычную, я поняла, что разговаривать-то мне непросто. То есть я, в принципе, могу это делать, но я больше понимаю, чем говорю. И в этом основная проблема и основной плюс нашей школы, что здесь мы разговариваем, и ученик на занятии разговаривает. Поэтому, столкнувшись с реальным общением, для него уже не будет это чем-то таким новым. И то, что, допустим, у меня потребовало какое-то время заговорить, для него уже будет естественным процессом, потому что он привык разговаривать. Методика коммуникативная нашего обучения, поэтому в этом основной плюс. Ну и если мы говорим о советах, конечно, да, вот разговорную практику, это, естественно, плюс просмотр всяких видео в оригинале, которых сейчас огромное количество, на ютубе, сериалы, то есть можно подобрать для любого уровня материалы. Это также, естественно, ну, как мы знаем, в английском, да, нужно развивать разные направления, то есть это и грамматика, и аудирование, говорение, письмо, и лексику, да, набирать. Вот все, кроме говорения, мы, в принципе, и сами можем делать, но вот именно для говорения нам нужен все-таки партнер. Именно партнера для говорения наши ученики получают здесь. Ты как-то затронула тему мотивации, да, то есть как ты, возможно, мотивируешь своих учеников? В основном ученики сами замотивированы на обучение, потому что они знают, для чего им это нужно, но это больше касается, конечно, взрослых учеников. У них внутренняя мотивация достаточно сильна, чтобы приходить на занятия и стопроцентно выполнять все задания, стопроцентно отдаваться этому делу. Что касается подростков и детей, с ними, конечно, посложнее, но то, что они приходят сюда, и они не чувствуют напряжения, они не чувствуют, что их там сейчас будут как-то пытаться им что-то вбить. Понимали, да, что английский, может быть, сейчас им кажется это не особо полезным, да, кроме того, что они получат пятерку в школе, но что в будущем это открывает для них огромные возможности. Мне кажется, что отношение между учеником и преподавателем тоже является частью мотивации, потому что когда ученик приходит и чувствует себя легко, и процесс обучения для него не стрессовый, так скажем, это и есть мотивация для него ходить и продолжать обучение. Ребята, малыши, взрослые, приходите в нашу школу, вы получите новый подход к обучению, вам это понравится, вам будет интересно, вы будете разговаривать на английском языке и почувствуете колоссальный прогресс. Приходите, мы вас ждем!